Всем привет! Ну что ж, я вас поздравляю и себя поздравляю с тем, что интерьер мечты вышел, и теперь мы сможем стать дизайнерами, мы сможем разнообразить наши постройки, потому что много всяких модульных штук, дополнений, у нас появилась куча кроватей двухъярусных, мы используем двухъярусных. В общем, я в полном восторге и вот строю квартирку с использованием этого дополнения. Я строю эту квартиру для игрового персонажа, здесь у нас поселится барышня, которая в самом начале была с собачьюли со своей, для разнообразия я еще добавила собаку, и она будет у нас становиться дизайнером, я хочу пройти от первого до последнего уровня, посмотрим, как у нас это получится и сколько у нас это времени займет. Мне кажется, очень много, потому что что-то я так посмотрела, как народ там играет с этим дизайнером, и что там есть и провалы, и неудачи, и так все медленно продвигаются, и я так, ух-ух-ух, все так уж просто, но зато интересно будет. Так что сделаем это таким многосерийным сериалом, который я буду снимать и с удовольствием проходить вместе с вами карьеру дизайнера. Так вот, квартирку я создавала, в основном старалась, конечно, использовать новое дополнение, но там как получилось, если честно. Там есть и из других дополнений, я себя сильно не ограничивала. По одной простой причине, когда выходит новое дополнение, и особенно когда много новой мебели, в общем, мой мозг очень долго соображает, что с этим делать. То есть я долго, как бы обдумывая, каким можно делать интересные комбинации, как все можно совмещать, оно приходит ко мне со временем, не сразу. Поэтому, если бы я строила вообще только с использованием этого дополнения, то, в общем, была бы очень убогенькая квартирка. Вот, в общем, я поднапряглась и сделала как смогла. Здесь много из нового дополнения, что-то из старого. В общем, как получилось, так получилось. Мне кажется, достаточно уютно. Плюс я не использовала никакие финансовые возможности, ничего не расширяло. Я решила, что моя барышня все заработает сама. Она независимая, самодостаточная, пока что безработная, но вот сейчас уже буду записывать первую серию. Мы запишемся в интерьерщики, в дизайнеры, и будем зарабатывать. Постепенно будем перерабатывать эту квартиру. Посмотрим, может, мы со временем вообще переедем куда-нибудь, может, она семью заведет. Я пока не знаю. У меня каких-то прям таких строгих правил о том, как я это все буду делать, у меня нет. Я просто хочу начать карьеру, посмотреть, как все это будет происходить. И вот так вот. А там посмотрим, как оно пойдет, как оно получится. Может быть, я останусь в этой квартире, потому что, в принципе, она мне очень нравится. Единственное, что она требует ремонта бесконечного. Там то мышки, то эти дружки, то еще что-то. И когда я просто строю квартиры нежилые, по сути, то я все время заставляю эти места. Но здесь я уже не могла себе такого позволить, потому что придется все время это все ремонтировать. Да уж. Но я кое-где цветы поставила, думаю, отодвину. Когда начнет искрить или капать, я, в общем, отодвину. Так что, думаю, в какой-то момент мы все-таки переедем с этой квартиры. Но из-за того, что я и так нервничала по поводу нового дополнения, как я смогу это все построить, не смогу построить. Поэтому я выбрала такую привычную квартиру для себя, потому что сначала поселила в большую, но тоже любимую для меня квартиру. Но что-то как-то у меня не получилось. У меня ничего построить не срабатывало. У меня ничего внутри. Никак у меня не получилось даже стенки построить нормально. Что-то как-то бывает. Такой строительный ступор у меня, к сожалению, бывает. Поэтому я перешла вот в эту квартиру, которую уже знаю, как свои подпольцев. Я регулярно здесь что-то строю, для кого-то строю. И, в общем, насладилась процессом, как смогла, конечно. Потому что пока новое дополнение, я еще немножечко напряженная, как это все происходит, как с этим что делать. С этими еще модульными системами. Ой, надо разобраться. Конечно, в них много всяких штучек, подвесных полочек. Единственное, что мне кажется, что они, конечно, глубоковаты. Если бы они были чуть менее глубокими, было бы немножко лучше. А там, не знаю. Хотя, вы знаете, я уже посматривала у блогеров, которые получили ранний доступ к этому дополнению. Они там снимали, и я потом немножко в комментарии зашла. И какое бы ни было хорошее дополнение, оно мне, в принципе, очень нравится. Есть ряд вонючих, которые... Фу-фу-фу-фу, ну зачем они это сделали? Зачем вообще нужен этот интерьер? Это ужасная мебель, это ужасная... У них все ужасное. Типа, самая главная претензия, она так похожа на то, что можно докачать... Ну, просто скачать отдельно моды там всякие. Зачем они вообще это сделали? Да чтобы вы не качали моды просто. Потому что я, например, не люблю доп-контент вообще. Потому что я пыталась скачивать, что-то там делать. Но на это тратится так много времени, потому что у тебя в голове есть картинка. Потому что, ну, там, например, что-то не хватает в Симсе. И ты начинаешь искать, 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 искать. Во-первых, сайтов не так уж много. И их нужно просто листать, листать, листать. И искать, искать, искать то, что тебе нужно. Вот вроде бы ты их находишь, ты скачиваешь, добавляешь на папочку, заходишь в игрушку. И понимаешь, что это какая-то... В общем, не очень хорошая штука. Потому что бывают какие-то угловаты. Бывает, что это выглядит совершенно не так, как на картинке. То что-то отключается, то что-то пересекается, то что-то не включается. В общем, какой-то трэш регулярно происходит. То есть у меня был такой опыт, что я хотела, по-моему, какие-то там реснички, ну, что-то такое для именно Симов, для внешности добавить. В общем, они там все мне переворошили. Я толком не могла найти вообще, где это все находится. Хотя для тела вот эти штуки, как они называются, в общем, которые немножечко меняют форму, цвет тела, они симпатичные, они меньше всего глючат. Хотя все равно тоже какое-то дополнение выходит. Они начинают конфликтовать, их нужно обновлять. В общем, какая-то такая история вообще не для меня. Мне вообще неинтересно всем этим заниматься. Но народ вообще недоволен новым дополнением, я заметила. Ну, в большинстве случаев что-то как-то довольных не так много оказалось. И что геймплей, типа, ну, мы это уже знаем, мы это уже проходили. Ну да, вы думали, что это будет супер-мега-революционное? Это же просто комплект, это даже не дополнение. То есть это что-то маленькое. А нам туда запихнули и так много всего, много нового контента. Ну, в общем, я не понимаю немножечко людей, которые воняют в комментариях, что все не так и все не то. Ну, вот станьте разработчиками и делайте, что хотите. Станьте мододелом и создавайте те моды, которых вам не хватает. Ну, я, например, очень радуюсь тому, что выходит. И тому, что нам создали. Даже университет, который всех разочаровал, мне очень нравится. Я с удовольствием хожу в университет со своими симами. Единственное, что я перестала жить в общежитиях с ними. Потому что почему-то в общежитиях, это прям, вот там начинаются какие-то проблемки. И очень долго все это происходит. Вот. В общем, я наигралась немножко с этими полочками, подвесными штучками. Конечно, вот эти вот коробочки, ботиночки. Это все такое добавили классное. Оно так прекрасно выглядит. Вы знаете, я, кстати, каждый раз с каждым новым дополнением говорю, что они все лучше и лучше сами эти объекты делают. И с этим дополнением то же самое. Еще лучше, еще как бы реалистичнее все это выглядит. Вот эти коробочки, это просто дастешь фантастишь. Потому что, мне кажется, даже доповские такие не были красивые. Но из того, что я видела. Вот. Поэтому, как бы, хочу сказать, что я в восторге. Мне все очень нравится. Я с большим удовольствием построила эту квартиру. Хотя немножко нервничала. Ладошки потели. Потому что много всего нового. Много чего я, возможно, забываю. Я еще регулярно забываю, что есть какие-то предметы. Что просто до них нужно долистать. И пользуюсь старыми. То есть, в общем, не принижено. Время, чтобы к этому все привыкнуть. Вот. И что есть эти предметы. Но, в любом случае, квартирка, мне кажется, получилась достаточно уютненькая. Сейчас мы будем в ней играть. Я все проверю. Я думаю, в принципе, здесь все рабочее. То есть, я знаю, когда я создаю что-то нерабочее. Когда рабочее. Я всегда это чувствую. Иногда, да, я пренебрегаю этим моментом. Когда я строю что-то такое. Чем я не предполагаю жить. Но когда для своих снимок, на самом деле, я вообще очень мало декора делаю. Вот. Если я играю чисто для себя. Чтобы что-то проверить. Или просто отдохнуть. То есть, у меня, на самом деле, очень аскетичные такие квартирки у моих симов. То есть, они там такие минималисты-минималисты. То, что, особенно, если я начинаю играть, когда у них не так много денег. В общем, я самое необходимое ставлю. И все. Как бы. Зачем платить больше, если можно и так жить. Вот. Поэтому здесь я все-таки расстаралась. Тем более, что она у нас все-таки будешь-то дизайнер. Надо, чтобы она была образцом для подражания. Чтобы у нее тоже все было очень красиво. Поэтому, я думаю, что... Получилась миленькая стартовая квартира для девушки, молодой, с ее собакой. Где еще необходимое. Есть определенное качество декора. Есть и новые предметы интерьера. Достаточно большое количество их. Вот. Думаю, вам понравится. Так-то подписывайтесь, ставьте лайк. И переходите смотреть серию, которая вот-вот выйдет. Или уже вышли. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»